Приветствую, друзья. Год назад, в июне 23-го, прямо накануне своего мятежа, Пригожин рассказал, что 32 тысячи зэков были освобождены и вернулись домой после службы в ЧВК Вагнер. Среди них педофилы, маньяки, лидеры ОПГ, наркоторговцы и даже каннибалы. Большая часть зэков была завербована из колонии строгого и особого режима. Каждый из них прошел войну, царившие в Агнере насилие, мясные штурмы и многое другое, то есть с войны вернулись еще более нездоровые, ну, в психологическом плане, люди чем уходили. Ведь Пригожин не скрывал, что набирает по принципу, чем хуже, тем лучше. Желательно, отсидевший пятнашку и более, желательно, впереди пятнашка и более, желательно, не один раз, за убийство, тяжкие телесные, разбой, грабеж, если администрацию какую-нибудь элементов отпиздил, это еще лучше. Нам нужны ваши криминальные таланты. Каждая из этой многочисленной армии представляет опасность для нашего общества. Вы наверняка видели множество сообщений о преступлениях вагнердцев. Убийства, изнасилования, разбои с участием бывших зэков происходят каждую неделю. Но вообще это только начало. Статистика Минюста по числу рецидивов говорит, что на 100 освободившихся заключенных 44 вновь совершают преступления. Это такой вот результат деятельности нашего ФСИНа. Как вы думаете, какой процент рецидивов будет у тех же зэков, но с ПТСР и с приобретенными на войне навыками убийства? Особенно, когда у них кончатся заработанные на войне деньги. Думаю, процент рецидива там будет значительно выше средних Минюстовских 44. И это начинается уже сейчас. Вот просто заголовки последних недель. Помилованный вагнеровец изнасиловал пятиклассницу. Зэк ЧВК Вагнер пошел снимать квартиру и задушил хозяйку шнурком. Вернувшийся вагнеровец убил отца из-за корма для скота, ранее судимый за убийство участника СВО. Изнасиловал 13-летнюю племянницу. Бывший заключенный, воевавший в составе Вагнера, убил 85-летнюю женщину. Вот из этих людей Путин собирается делать новую элиту. Настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. Они уже учат детей патриотизму в школах и даже в детских садах. Журналисты из Верски подсчитали, что в прошлом году помилованные Путиным наемники совершили более 190 преступлений. Это почти 4 преступления в неделю. Только за март-август 2023 года на их счету как минимум 12 убийств и 4 изнасилований. Это только те, про которые известно журналистам. Ведь по возможности власть старается замалчивать эти инциденты, чтобы россияне не боялись. Но есть настолько громкие и леденящие кровь случаи, что замолчать их просто не получается. Совершенно дикой истории из Карелии. Там задержаны двое рецидивистов, которые убили шестерых односельчан. В ту ночь в этом же доме находились дети. 9-летняя дочь и 12-летний сын. Школьникам чудом удалось спастись. Отца Артема Терещенко убили на их глазах. По воспоминаниям людей Сафонов и Бочкарев, постоянно устраивали пьяные дебоши, могли ворваться кому-то в дом, например, с топорами в руках. Угрожали прохожим. Убийц дочери Анны искали 4 года и задержали лишь в марте 2018. Они ее задушили. Взяли, унесли в лес, обложили ветками, облили и подожгли. Убийца дочери Анны отсидел всего 2,5 года из 18. Осенью 2022-го он завербовался в ЧВК «Вагнер» в обменном помиловании от Путина. Я не могу его даже назвать убийцей. Это оскорбление участника боевых действий. В Кемеровской области задержали ранее судимого Андрея Быкова по подозрению в убийстве 12-летней девочки. 18 июня ее тело с признаками насильственной смерти нашли в колодце. Быков был судим не менее 6 раз, в том числе за тяжкие преступления. В 2019 году его приговорили к 13,5 годам за убийство женщины. Из колонии Быков вышив, подписав контракт с Минобороны, пишут, что служил в «Шторм-З». Таких случаев все больше и больше. Как я уже сказал, преступления бывшие зэки-наемники на свободе совершают по нескольку раз в неделю. Но даже будучи пойманными, они чаще всего вместо тюрьмы снова попадают на фронт. У них уже есть боевой опыт и снова есть возможность получить свободу через участие в войне. С февраля 2023 года ЧВК «Вагнер» перестала набирать зэков для своих отрядов. Вербовкой заключенных стало заниматься напрямую Министерство обороны. Поначалу условия были те же. Подписываешь контракт, получаешь помилование, воюешь полгода и ты свободный человек. Но с недавнего времени правила поменялись. Теперь заключенные вместо помилования получают лишь условное освобождение, а по истечении срока контракт автоматически продлевается. На изменение правил повлияла, конечно, не статистика преступлений демобилизованных заключенных. Делают это из военной целесообразности. В армии явно не хватает живой силы. Поэтому раз уж человек попал на фронт, его уже всеми силами пытаются оттуда не отпускать. Точно так же с фронта не отпускают мобилизованных. Ситуация с массовым освобождением наиболее опасных заключенных ради пополнения армии демонстрирует характерную черту путинской власти. Ради своей, именно своей, а не государственной, сиюминутной выгоды этот режим готов пожертвовать любыми долгосрочными интересами страны. Вербовка зэков на фронт стала альтернативой массовой мобилизации населения. Ведь ставить под ружье бесправных заключенных можно без рисков для режима. Их родственники не станут выходить, как жены мобилизованных. Из-за отправки заключенных не выстроятся очереди на Верхнем Ларсе, а также не пропадут сотни тысяч рук из экономики. Одни плюсы. Освобождение опасных преступников от наказания взамен на согласие идти на фронт будет иметь очень тяжелые последствия. Часть проявляется уже сейчас. Еще больше можно ожидать по окончании войны, когда они все вернутся. Но помимо, собственно, опасных преступников на свободе, у этой истории есть еще одно измерение, еще одно тяжкое последствие. Я говорю о полнейшем разрушении принципов законности. Возьмем саму процедуру помилования. По закону это должно выглядеть так. Заключенный пишет ходатайство на имя главы государства. Дальше это письмо должен одобрить в СИН, прикрепив соответствующую справку об исправлении. Оно отправляется в региональную комиссию, затем в федеральную главе субъекта. И только потом доходит до президента, который принимает окончательное решение. Можете представить, сколько времени это может занять в обычном режиме. Напомню, что первое видео с выступлением Пригожно перед зэками появилось 14 сентября 2022 года. Первые сообщения о заключенных на фронте стали появляться тогда же, летом 2022 года. То есть все эти ненужные формальности и бюрократию решили просто опустить. Но вообще-то за этими ненужными формальностями скрывается важнейшее логическое обоснование. Одним из главных условий помилования, их вообще не очень много, должно было быть примирение с потерпевшей стороной. Это Песков говорил в начале 2023 года, в январе. Но уже в ноябре того же года выясняется, что помимо законной процедуры, которую они, конечно, и так нарушали, есть еще одна альтернативная. Так и говорит, искупить кровью, причем не столько своей, сколько кровью ни в чем не повинных украинцев. Почти год у процедуры вербовки зэков не было даже вообще никакого законного обоснования. Просто некий мужик разъезжал по тюрьмам, набирал свою армию. Вот это и есть настоящее средневековье. Недавнее социологическое исследование показало, что больше половины россиян выступают против такого неразборчивого помилования. Можно сколько угодно замалчивать информацию, рассказывать, что все эти маньяки оказались на свободе совершенно случайно, что освободить их из тюрьм – жизненная необходимость. Но у людей невозможно отобрать глаза. Когда зэк возвращается в маленький город с населением, 30 тысяч человек, например, его приезд, как и его преступление, просто невозможно не заметить. Иван Росомахин бил Татьяну Ивановну руками и ногами, а потом стал душить. Росомахин пытался замести следы и инсценировать несчастный случай, положив тело женщины на грабли, будто она сама на них упала. За те 10 дней, что Росомахин бегал от полиции, он успел избить и ограбить еще одну женщину. По совокупности преступлений Ивану Росомахину дали 14 лет колонии строгого режима. Вернулся Иван в родное село на 12 лет раньше срока. Медаль Росомахин получил от ЧВК «Вагнер» вместе с секретным помилованием от президента. В селе все понимают, единственный шанс спастись от возвращения Росомахина – это его смерть. Тюрьма не помогает. Невозможно не заметить, что в российских колониях осталось около 250 тысяч заключенных. За два года их число снизилось на целых 105 тысяч человек. Дошло до того, что некоторые колонии просто закрываются. И это в стране с количеством оправдательных приговоров, которые приближаются к нулю. Вербовка зеков на фронт – это путинское ноу-хау. Как сделать войну безболезненной и максимально незаметной для общества. Мол, мы будем вам рассказывать по телевизору про успехи наступления, но тяготы войны спрячем среди жителей бедных регионов и заключенных. В этой концепции Москва, Питер, другие крупные города должны жить максимально довоенной жизнью, не ощущать на себе тяготы и лишения войны. Возможно, это бы и сработало в случае маленькой победоносной войны с захватом Киева за три дня. Но война идет уже два с половиной года. И платить за нее придется всем гражданам России, даже если сейчас это не совсем очевидно. Платить не потому, что придут лицемерные дяди из ГАГского трибунала, НАТО, Евросоюза и заставят платить репарации. Нет. Просто ради войны, которая реально нужна только одному человеку, ну и его прихлебателям, каждый день разрушается вся страна, разрушается экономика, законность, мораль. Каждый день войны так и иначе проедается будущее страны. Наше будущее. Ради одного человека, у которого этого будущего нет и который живет в прошлом. К сожалению, Россия заплатит тяжелую цену за войну в целом. Но и за превращение уголовных преступников в военных наемников в частности. Полностью избежать этого уже невозможно. Можно только не увеличивать эту цену, а для этого надо остановить войну. Счастливо вам. Пора перестать закрывать глаза на неминуемые последствия войны.